Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Не хотят ОМОНоваться, ибо не может хотеть нормальный человек сутками напролет смотреть на мир через амбразуру в пулеметном гнезде, через совмещение целика и мушки на автомате. Не может хотеть. Дом свой, из которого давным-давно выведено и спрятана семья посещать раз в месяц тайком, ночью. Каждую минуту, ожидая, что загремят очереди, и пули защелкают по маленькому дочкиному портрету на стене. Не хотят и здесь, на хуторах, на дальних и ближних латышских хуторах, где тоже наши, русские наши, латышские наши, всякие. И потому у самых дальних от всех этих политических беснований, даже у латышской крестьянки, муж, который русский, каждую секунду на глазах слезы, надежды, страха, беспомощности. Чего вы плачете? Чего вы плачете? Просто вспомню. Чего? Когда была война. Просто такая маленькая была, но все помню. Что для вас самое сейчас важное? Вот для вас самого, вашей жизни? Чтобы спокойно работать и внуки не расти. Ничего не видели. Такого поколу. Чтобы войны не было. Честно. Командир ОМОНа. Поляк. Крутой, умный, жестокий и веселый мужчина. При необходимости давать интервью, напускает на себя необыкновенную степенность и важность. И на себя полностью перестает быть похож. Четлов, с кем вы боретесь? И за что вы боретесь? Мы боремся с фашизмом, который все больше и больше процветает на территории Латвийской ССР. Мы остаемся до конца верными данной присяге. Хотя ты понимаешь, что сейчас пришло время, когда человек, который на территории этой страны пытается сохранить верность присяге, рано или поздно окажется преступником. Да, мы это осознаем и мы прекрасно это видим на деле. Потому что на территории Латвийской ССР нас лишили статуса работников милиции. Мы вне закона. Приказ 018 от 17 января, подписанный господином Вазнисом, как его сейчас называют, разрешает работникам латвийской милиции стрелять в нас без предупреждения при появлении возле их объектов. К вам идут люди или нет? Да. Сколько? Я только могу провести такой вот пример. За последний месяц к нам пришло 30 человек. Слава, командир штаба ОМОН. Русский. Пуля из автомата за 50 метров на вскидку бьет маленькую лампочку. В бою равного даже здесь, в ОМОНе. 8 человек, из которого легко берут МВД, где несколько десятков охраны, ему кажется, нет. Человек основательный и спокойный. Вот ты. Чего ты хочешь в жизни? Восстановление советской власти в Прибалтике, во всей. Эстония будет, Латвия, Литва. И не хочу, чтобы черные, коричневые, черные становились у власти. Вот что я хочу. И за это ты дерешься? Да, и за это я дерусь. И будешь драться? И буду драться до конца. Краповый. Или же Дед. Прапорщик спецназа. Прозвище Краповый заслужил за цвет берета. Прошел все, что можно и нельзя. Без него не обходилось и не могло обойтись ни одно спецназовское дело. Ворчлив, добродушен, но очень сам себе на уме. Солдат, который пережил на службе десятки командующих, четырех генсеков, привык к подлости и к идиотским поворотам нашей политики, к генеральскому предательству, ко всему привык. Предлетим законности и порядка в Советском Союзе, в Советском Союзе, для того, чтобы люди не страдали и не жили с оружием. Их на самом деле немного, но Чеслов, командир отряда, храбрится. Нас достаточно, чтобы навести в Риге порядок. Их немного, но их боятся. Боится правительство, боятся и ненавидят министра. От слова ОМОН трясет народные фронты и подполненные, полуподпольные, и явные националистические фашистские организации, типа департамента охраны или местного МВД. Поскольку вам тысяч предлагают, чтобы вы отсюда ушли? Значит, последнее предложение было таким, что, в общем-то, каждому ОМОНовцу выплатить по 50 тысяч, чтобы, в общем-то, мы вышли за пределы республики. Но вы не уйдете, да? Нет, подразделение отсюда не уйдет. Это однозначно. Но вас же все равно сдаст Москва. Вас же все равно рано или поздно объявят вне закона. Мы ставили такой вопрос на, в общем, собрание подразделения. Вопрос стоял однозначно, что даже если нас предаст Москва, мы отсюда не уйдем. Странно. Дикая вещь. Над ОМОНовским оцепленным лагерем прострелянный красный флаг, который нынче в Союзе поднять почти всюду. Можно только под прикрытием пулемета. Ведь что-то подобное уже было. И ОМОН, и десантники, и Краповы, и все прочие, сохранившие понятие чести и присяги и готовые умереть в любую минуту, все больше и больше напоминают Белую Гвардию. Тоже объединившую когда-то людей, не пожелавших среди беснований, мгновенной перемены идолов и цвета знамен, забыться вместе со всеми, не забывших чести и присяги. Все это уже у нас было. Это Белая Гвардия. И судьбу ее мы знаем. Сейчас, да и по нескольку раз в день, глядят ОМОНовцы одну и ту же затасканную пленочку 20 января. МВД. День, назначенный для расправы с ними, когда их заманили под огонь, спровоцировали на бой в МВД. Только в январе, в феврале подобных или подобных не в значительной степени 5 таких случаев. Дорога на Вецике, 2 часа ночи, 3 февраля. ОМОНовская новенькая Волга без пулеметчиков и прикрытия. В машине все руководство ОМОНа. Чеслов, Слава, Старшина. Славик! Ты живой? Саша, не выглядывай, не выглядывай! Слава, 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 Слава! Слава, 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 Слава! Слава, 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 Слава! Слава, 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 Слава! Не святи! Не святи! Кому угодно принять это за инсценировку, пусть принимают. Тот, кто был в бою, не спутает. Тут хорошо видно, бьют в упор по машине, сразу пробив багажник и бак. Стреляют трассирующими, чтобы поджечь. Машина, остановленная на полном ходу очередью, по колесам и кузову, врезалась с людьми в ней, сидящими в столб. Потом полетели гранаты. Ночью в лесу снять что-либо практически невозможно. Мат, автоматный грохот, перебежки, темнота, ёлки и снова мат со всех сторон. В общем-то, пустяки. Позже задержаны люди, у которых запись приказов по эфиру, номер ОМОНовской Волги, график перемещения Волги. Впрочем, это действительно пустяки, поскольку обошлось без трупов. И втягивают головы в плечи люди на хуторах. И страшнее всё с каждой минуты житием, да и прочим. Кто молится, чтобы и Латвия, и Прибалтика, и страна не стала одной большой дорогой на Вецепле. И не уйдёт натяжная Монезришского пригорода, понимая, что по сути он один сейчас, маленькая плотина, удерживающая здесь те водопады и потоки крови, которые хлынут на землю союза, когда начнут делить союз те, кто никакого отношения к созданию его не имел. И людей в расчёт не принимают. И когда тысячами и сотнями тысяч будут гибнуть наши. Несъёмочная бригада писала этот титр. Это слово на рожке автомата. Эти слова здесь пишут сами ОМОНовцы, грузины, латыши, русские. Этими словами подписывают адресованные им письма. Понимающие чуть больше, чем остальные и верные части солдатской, офицерской и человеческой. Наши это все те нормальные люди в союзе, кто не хочет войны и крови, кто хочет жить, но и умереть тоже готов. Штаб ОМОНа Рига. 3 февраля. Субтитры создавал DimaTorzok